Итак, всем привет, с вами Дуб Гэй. Продолжаем играть в Hearth Fire M4 Millennium Dawn за Китай. В прошлой серии мы сделали себе плацдарм в Европе, и в принципе очень много стран подчинили под наш контроль, прямой или не прямой. Подготовили почву в США для переворота. И, собственно говоря, в этой серии мы планируем начать войну с Евросоюзом, как минимум. Ну, а судя по всему, совсем НАТО. Причем я замечу, что США не является членом НАТО. И духа, по-моему, у них такого тоже нет, верно? Верно. То есть НАТО это буквально только Европейский Альянс. Собственно говоря, с чего мы начнем? У нас здесь есть войска. В Болгарии член НАТО. Собственно говоря, мы на ней вытавливаем нападение. Основное битва, я чувствую, будет вот здесь. Следовательно, именно сюда нам нужно наши войска перебросить. В Германии, я чувствую, будет плотная заруба. В Чехии тоже член НАТО. В Чехии тоже. Управляем войска. Стоит подумать, что мы будем делать с нашими морскими десантниками. А в будущем, конечно, именно ими мы будем сажаться в Британию. Что, кстати, по флоту в Британии. Ну, я чувствую, что наш флот передавит их без проблем. Все-таки флот я строю в всю игру. Хотя сейчас у нас есть большие проблемы с ресурсами. Потому что страны начали нас не любить. Не понимаю, о чем они. Ну, создал я 200-мировую напряженность. Не бывает как будто. Но со временем, я думаю, мы тут сможем их тоже сделать марионетками. И вообще по дешевле я все покупать. Итак, морпехов наших мы перебросим все-таки под Эстонию, я думаю. Сначала ликвидируем какие-то отдельные государства. Потом уже будем думать про Британию и Германию. Здесь пускай войска будут, но я думаю, мы в наступление сразу приходить не будем. Я тут обратил еще внимание на одну вещичку. Мы-то уже победили государство, которое гарантирует Тайвань. А это значит, что? Верно, что мы можем просто высадиться в него. Ну, конечно, там уже наша, так сказать, прокитайская страна уже лидирует. Но что ждать? Еще несколько лет, когда мы можем просто взять и высадиться прямо сейчас. Тем более, что вот уже наши войска подъехали. Казус Боле у нас уже есть. Клот мы сюда уже подвели. Авиация тоже уже на месте. А значит, ничто нам не мешает вернуть Тайвань в родную Гавань. Подождем только буквально, чтобы войска получили чуть-чуть организации, конечно же. И... А, видите, я даже пытался взламывать, но потом передумал. И начинаем высадку. Не встречаем особого сопротивления. Кстати, можно было сделать... Вот так. Даже нужно было скорее сделать вот так. Но уже ладно. В принципе, уже мы и так подавили Тайвань. И все. Миллион опять призывов к войне. Мы возвращаем нашу территорию обратно к нам. Здесь, кстати, очень плотная застройка промышленности, как я вижу. Что не может меня не радовать. Хотя промышленности у нас уже, господи, слишком много. Военных заводов тоже на самом деле уже очень много. Но это хорошо, конечно же. Мы, потому что параллельно строим ракеты. Как вы можете видеть, мы уже полностью заполнили наши ракеты на воде. И потихоньку начинаем заполнять наши ракеты и ПВО, и ПРО на земле. Что, конечно же, прекрасно. Более того, чуть попозже, я думаю, мы будем начинать делать межконтинентальные ракеты. Хотя я не уверен, что у них будет необходимость. Тем не менее, сейчас мы перейдем уже на запад. Так как эта армия выполнила свою задачу, теперь можно придумать ей задачу здесь. Что делаем, мы наконец-таки сделали переворот в Австралии. А это значит что? Что мы всего лишь за 39 фабрик, закупаем 390 технологических металлов. И это, конечно же, прекрасно. То же самое происходит с Таиландом. И мы восстанавливаем плоскость производства наших самолетов и нашего флота. А флот нам, конечно же, нужен. И вот произошла самая успешная операция китайских спецслужб. Соединенные Штаты Америки. Стали марионеткой Китая. Можно еще нажать, было бы вот эту кнопку получить там. Сколько? 20% фабрик. 20% доходов от торговли. Ну, у нас так и достаточно их. Так что, самый главный наш соперник ликвидирован. И вот этот союз Лиги Свободы теперь представляет только какие-то американские страны. Осталось лишь раскромить европейское НАТО. Как видим, Казбеля мы уже делаем. Войска уже на позициях. Плот уже находится в Балтике. Так что мы полностью готовы. Итак, наша марионетка изучила фокус. Вот этот вот месяц за 1812 год. И реально напала на Канаду. Ну, что мы можем сказать? Ладно. Давайте, так как это уже наша марионетка, мы можем туда закинуть неплохое количество снаряжения. Пускай получает удовольствие от процесса. Все-таки у нас очень много всего. Танков тоже пускай. Почему, как говорится, и нет. Это одно, как вы можете видеть, снизит у них влияние на автономию. Так что пускай. Давайте уже поставим освобожденных рабочих. США просит нас помочь. Не, ну, сопротивляйтесь, пожалуйста, сами. Тем более, что Канада вступила в этот союз. У меня пока желание повоевать не в Америке, а все-таки в Европе. И мы пока что ждем, пока Казахстан из Болгарии будет готов. Я, конечно, ожидал, что США могут не очень сильно хорошо справляться в Канаде. Но чтобы начать проигрывать, это, конечно, было сверх моего ожидания. Но я все же полагаю, что с нашим длиннелизом достаточно плотным и с падением Канады они все-таки переведут войска на Мексику и все у них станет получше. Верим в то, что они просто не ожидали удара с Мексики. А мы пока ждем Казахстан из Болгарии. Конечно, всталось с дней это долговато. И так, Казахстан из Болгарии готов. А это значит мы начинаем. Что говоря, в наступлении мы перейдем сначала в Болгарии, вместе с этим в Сфингре, Эстонии и попробую высадиться в Дании. Посмотрим, как что получится. Давайте не спалзаю. А, ну конечно же. Можно отгрызть войну, пожалуйста. Нельзя. Так, ну что ж. Тогда нам придется сделать вот так. Ну и ужас, что нельзя открыть войну. Ну что поделать. Так, здесь ничего не происходит. Вот я немножко реорганизовал. Все вроде в порядке. Я сделал одну большую группу как у Тарт-насоединения, две патрульных и одна такая средненькая на поддержку морского вторжения. Смотрим, как что получится. Я думаю, все должно быть вполне в порядке. В США желаю указать помощь, конечно. Отлично, мы полностью подавили плотом. Британия черт себе приводит свой ядерный навеского действия. Болгария капитулировала уже прекрасно. Венгрию войну еще не призвали. Забавно. Нам типа рожжа не хватает, да? Здесь типа тоже. Так, да, необы. Так что здесь по флоту. Татский флот круто, а как же наш флот? Немецкий флот. Так, они все там балуются ядерными войсками. Что насчет наших флот? Он собирается двигаться? Можно убрать этот регион. Я вижу, что эти флоты воюют. Вот нас запускает, занимается патрулированием тоже. не вижу, чтобы они делали иначе ничего. Так, татский флот у меня что-то потопили, немецкий потопили, россияне параллельно кораблей часть потеряли. А вот кстати наша потеря один из пениц, но мы потеряли, точнее нанесли больше потерь, немного. Отлично. Вот кстати неплохое русское сражение. Тоже мы успешно справляемся с силами морскими противника. Это классический баг уведомления. его можно через верхний меню убрать, либо сюда право кнопка мыши через окей оно не пропадет. Параллельно мы считаем датский конвой. Так, здесь мы готовы перейти в наступление. Единственное, я конечно хотел бы авиацию туда по возможности направить. Допустим, здесь не хватает радиуса. Здесь почему мы не можем в Румынии не в войне. Понял Австралия, а что значит Румыния? Африкинско-французская война, отлично поступили. Ой, достать мы все еще не можем. Что поделать только вот так видимо вот так. Ну, вот это уже куда-то сюда пробовать нам нужно. причем причем как-то вот так. Выбиваем здесь что-то можно. Вот мы тоже неплохо их сносим. Что типа Эстония? Эстония 4 готова. Ну, здесь остается две дивизии. Неверланды и Британи, которые неплохо защищаются. Это, конечно же, временно. Вот мы так прекрасными темпами. Единственное, у нас кончилась нефть. Значит, нам нужно, чтобы правильно срочно ее закупить. А, я забыл. У нас же есть прекрасная страна. Вот так уже марионетка. Можно у нее закупать. Нам все еще не хватает топлива. Авиация 162 тысячи с половиной в день. Какой ужас. У нас производство 180. Какой ужас. Значит, нам все еще не хватает. Надо еще закупаться. Давайте посмотрим. Туркменистан можно подешевле. Ангола можно подешевле. Индонезия подешевле нельзя, но нам близко. Индия можно подешевле. Нам этого все еще нет. Нет, все. Слава Богу, нам этого уже хватает. Венгрия капитулировала. Ожидаемо. У нас освободились парочку армий. их направить собственно говоря в Европу. Чем бы и нет. я ожидаю здесь пройтись без особых проблем. Хотя без авиации конечно это может затянуться. Я вижу что здесь у нас есть некоторая возможность рамолётов под таки мы этим конечно же воспользуемся. Ну и ждем пока все перебраться. Итак, наши войска все на позициях. С севера мы еще поддавили через Даню. И мы теперь можно начинать полноценное наступление в Европу. Даня как можете видеть уже капитулировала. нашло тем временем я поставил немножко на ремонт. Они провели очень много боев за последнее время. Интересно можно ли здесь как-то посмотреть историю. Скорее всего да. Здесь я вижу показано что они топили но прям как обычной армии что-то я не нахожу. Ну ладно. Сейчас мы здесь в основном топим конвои. Здесь мы немножко британских кораблей подтопили. Плот наш уже очень силен по размерам. У них 71 корабль у нас 135 причем у нас очень много эсминцев заряженных реально хорошими ракетами. Здесь мы сделали невероятный прорыв. Давайте всем прям поставим третью скорость. мы просто выгрызаемся во все потому что у них просто нет достаточно девиз. 14 15 военная промышленность всего 28 заводов здесь всего 17 они просто не готовы к войне. Параллельно здесь еще доктрины можно подоследовать. Давайте так и сделаем. здесь мы окружили богемии неплохое количество войск. Богемия кстати мне кажется была одна из самых готовых здесь войне. У них было очень много дивизий. Так освободилась у нас армия сразу сюда. Ну и потихоньку закатываем Европу. Я собирался дождаться и делать полноценное морское вторжение сразу несколькими армиями. Но Россия сделала это вперед меня. Потому что мы уже подавили просто всю Британии. Так что пожалуй не буду лишнего ждать. Прекращаем всем починки. Все таки после стольки боев лот немного поврежден. Но не настолько чтобы я чего-то боялся. Выездки прошли вообще без сопротивления. Британцы видимо перекинули всего уже к России. Ну мы просто закатываем оставшиеся силы сопротивления. И вот Британия капитулировала и мы потихонечку с Россией вместе делим весь этот мир. Я решил позабирать себе всякие острова. Но в основном будем конечно в Европе делать марионетки. И примерно вот так выглядит наш теперь блок. В нем просто бесконечность различных стран. Шпионов нам из-за этого только больше не дадут. США наша марионетка они воюют с Лигой Свободы которая была сделана с США но США поняла что китайский путь правильный. Думаю на этом можно в принципе и закончить. Я не вижу здесь особо каких-то возможных конфликтов. Единственное можно конечно помочь США. Но это просто будет глинномесивого джунгля. А я уже намесил своего. Так что с вами был Допгай подписывайтесь на канал ставьте лайки оставляйте комментарии в общем все как обычно и до встречи в новых прохождениях.